У нас сегодня с вами седьмое занятие. И нам сегодня нужно осилить достаточно непростую тему, если вы видели, тут заморочилась, приведение денег в вашей жизни, в нашей жизни, в движение. До этого всего мы с вами занимались синхронизацией с пространством. Мы знакомились со своими внутренними предубеждениями на тему людей, у которых наши деньги. И которые, собственно говоря, как задачка, как игра, нам нужно вернуть на исходную, в собственный кошелек. Мы освобождались от ненужных вещей для того, чтобы не обременять собственное пространство и не быть человеком с крягой, который все вроде покупает, все складывает, а как обычно у женщин бывает одеть нечего, и всегда что-то да не так. Это внутреннее такое стабилизирующее состояние, когда мы с вами себя осознавали и понимали, что в нашей жизни, собственно говоря, никто нам не причиняет столько безысходности, ненужности, страхов, боли, переживаний, всяких придумываний, кроме нас самих. Эпиграфом сегодняшнего занятия я так и написала, что человеку нужно учиться не изнурять себя преодолением препятствий, а не допускать возможности возникновения противоречий. Вот сегодняшнее наше с вами занятие и будет таким основополагающим к тому, чтобы все-таки увидеть первичные противоречия. Они достаточно простые, но на них никто никогда не заморачивается. И в силу сегодняшней сложившейся ситуации, в которой мы с вами находимся, как агрессивной информационной среде, нам предлагается та трактовка, та интерпретация, которая на самом деле ничего не имеет общего с теми заложенными качествами, которые мы с вами обладаем, и с теми ситуациями при помощи собственных качеств, которые мы начинаем развивать. И тогда и получается огромное количество препятствий, с которыми мы никак, нам кажется, не можем справиться. И бегаем за советами, за какими-то там консультациями, за всеми гадалками, мистиками и всеми прочими, для того, чтобы хоть как-то объяснить для себя достаточно простые вещи. Значит, у нас сегодня с вами задача познакомиться с каждой из стихий, в которых мы родились и находимся. Это достаточно эмпирические знания, которые прошли очень большую временную обработку. Они актуальны, они первичны, они очень статичны в нас до тех пор, пока мы не начинаем с ними работать. И вот эта статика на самом деле и выплевывает нам, к сожалению, огромное количество препятствий, огромное количество противоречий, когда нам так или иначе приходилось, или приходится на сегодняшний момент, сталкиваться с другими людьми или с системообразующими какими-то ситуациями, в которых, собственно говоря, мало кто что понимает. И уровень согласия на сегодняшний момент достигает 80%, потому что от меня ничего не зависит, и я должен смириться в силу своей недоразвитости, непутевости и бесперспективности. Значит, давайте вспоминать. У нас есть земля, воздух, вода и огонь. Каждая из этих стихий подразумевает внутреннюю содержательную часть, на основании чего бессознательно человек выдает или реакцию, или инстинктивное какое-то такое непонятное действие, или какая-то такая мыслеформа, с которой человек ходит как с лялькой и пытается её вынашивать, не понимая, зачем и почему. Но она достаточно навязчива и достаточно так актуальна, потому что и связывается, собственно говоря, с той пресловутой мистикой, на которой в сегодняшний момент и зарабатываются хорошие деньги. Значит, первая земля у нас всегда внутренне имеет такое отношение человека к другим людям. Это берётся в силу того, что начало и конец ничем не связаны, и туда выливается или собирается вся информационная база, среда, отношения, поведенческие модели, всё, что было связано до сегодняшнего момента у человека этой стихии. И это, как получается, накопительная часть, с которой, собственно говоря, и нужно справиться. И она всегда такая очень полярная в зависимости от среды обитания. Значит, человек может быть или общительным, или замкнутым, откуда и берутся пресловутые крайности. Он может быть или очень равнодушным, или очень чутким. И при помощи этого выбора без выбора человек и осуществляет все в своей жизни, запускает, вернее, ситуации, то ли это с работой связано, то ли это связано с близкими людьми, то ли это связано с друзьями, то ли это связано просто с людьми, которые находятся рядом. Почему? Если применительно к этим людям приложиться и сказать о том, что пойди-ка отдай кому-то денег, ну так, человеку сделай приятное, потому что он такой же, как и ты, то будет однозначно две крайности. Или будет человека достаточно серьезно стрессить из того, что у него вся гормональная система выйдет из строя. Или он, наоборот, очень спокойно и ровно, с улыбкой на лице подойдет к любому, обаяет, и тот у него возьмет деньги, еще и поблагодарит и скажет, как же это вовремя. Вторая стихия, которая... Следующее, да, это наш воздух, и там всегда внутри это отношение человеку к своему делу. Уровень принуждения, как идейная составляющая у этих людей, достаточно серьезно была травмирована и одевалось все, что можно и нельзя на голову. Принуждение зашкаливало, и отсюда точно так же вырабатывается определенное отношение к тому или иному делу, которым человек занимается. Это или трудолюбие, или лень, две крайности. Ответственность — это то, что нравится, то, к чему приучили, не в плане приучили, а дрессировали, а в плане том, что позволили человеку, ребенку найти то, собственно, свое дело и начать им заниматься из расчета. Сначала разобрать, потом собрать, а потом научиться всем этим пользоваться. Ответственный подход к делу крайне редко бывает, но есть наличие такой. Инициативность и халатность. Инициативность — это когда зажигалочка вскакивает и рассказывает, как же будет классно, когда мы это все сделаем, и тихо отходит, позволяя всем остальным сделать то, что нужно ей. И халатность — это когда принуждение имеет место быть, допустим, в рабочем коллективе, и халатное отношение «я потом, я завтра, я как-то в следующий раз» тоже достаточно видно. Это действия, которые имеют внутреннее содержание как отношение к тому или иному сюжету, или к той или иной ситуации, или к тому или иному явлению, обстоятельству, или человеку. Понятно, о чем разговор веду? И это всегда активная часть, такая продуцирующая, без конца таки инициативные люди, они там побегушки, развлекушки. Следующая идёт у нас стихия воды, и это отношение к самому себе. Это то, что осталось после прохождения воспитательного процесса, хочешь, не хочешь, нужно выходить во взрослую жизнь, так или иначе, при помощи чего? Чаще всего при помощи секса «я вам тут, потому что я». Или наоборот, противоположность, скромность или тщеславие. Сама критика — это недостаточность внутреннего достоинства, которое не было воспитано в семье, и при помощи определённых каких-то алгоритмических действий человек будет стараться это всё прикрыть. Жажда силы, жажда чувственной составляющей. И последние, товарищи, это у нас огненные знаки, это отношение человека к знаниям. Почему здесь всегда достаточно полярные мужчины? Они или аккуратисты, они бережливы, они очень такие въедливые, разбирающиеся и умеющие сопровождать, и хорошо в чём-то разобравшись, знают и могут это представить. Или наоборот, птицы-говороны, которые обо всём и ни о чём, и бесконечное требование и желание свободы и власти. Или вообще отсутствие интереса к знаниям. Это как у женщин чаще всего получается. Они выбирают какой-то другой талант, который заложен у них. Чаще в воду отходят на шаг назад, в женскую такую категорию. И начинают там петь, танцевать, чем-то заниматься. Это понятно? Это у нас всегда пассивная часть. Вот смотрите, как это начинает работать, если мы разбираться будем по отношениям к ситуациям, в которых нужно приобрести, отдать, получить, заработать, преобразовать или каким-то способом вообще изъять деньги. Люди Земли будут заниматься денежными вопросами по основной причине собственной безопасности, потому что страх быть отвергнутым у них перекладывается на деньги и выстраивается такое определённое тождество. Деньги как стена, если они у меня есть, я в безопасности. Люди воздуха, у них такая подмена. Если вы меня любите, то я вам подарю себя как подарок, как что-то достойное, которое я преобразовала или преобразовал, которое вообще вам за счастье. А вы мне в ответ много, постоянно дали внимание и деньги. Вы молодцы. Не дали, значит, я вам там расскажу и покажу. Буду игнорить и заниматься таким невротическим нарциссизмом для того, чтобы вы знали своё место и понимали, кто рядом с вами. Следующие, наши господа, товарищи, водные знаки. У них...